Теперь я прощаюсь с Абу Талибом и расскажу вам случай, который произошёл со мной и моим отцом. Воспоминания. У нас почему-то не было заведено читать стихи друг другу и даже разговаривать о них. Я узнавал о новых стихах отца, когда они уже были опубликованы или читались по радио, или когда друзья, слышавшие эти стихи, говорили о них. Точно так же и отец не знал о моих новых стихах, пока они не были напечатаны. В 1949 году Аварская газета опубликовала мою поэму «Год моего рождения». Газета, естественно, побывала в руках отца. И вот я обнаружил экземпляр этой газеты с карандашными пометками. Оказывается, отец внимательно прочитал мою поэму и очень многие строки впеределал на свой лад. Легко было заметить, что отец заменял мои наиболее витиеватые строки, ему не понравились, мои наиболее сложные метафоры, наиболее броские сравнения. В строках, написанных поверх моих строк, отец старался выразиться проще, яснее, доходчивее. Я жалею и до сих пор, что не сохранилась этой газеты с исправлениями Гамзата. У меня привычка. Как только стихи опубликованы, я сжигаю все черновики и все рукописные варианты. В большинстве исправлений я был рад. Я увидел, что поэма стала лучше, но со многими поправками я не согласился. Я говорил отцу, конечно, ты мудрее, талантливее, крупнее меня, но я ведь поэт другого времени. У меня другая школа, другие литературные пристрастия, другой стиль, все другое. В этих поправках сразу виден поэтический почерк Гамзата Цадаса. Но я ведь не Гамзата. Я всего лишь Расул Гамзата. Позволь мне иметь свой стиль, свою манеру. Ты не совсем прав. Твой стиль, твоя манера, то есть твои нравы, характеры должны стоять в стихах на втором месте. На первое же место нужно поставить нрав и характер своего народа. Сначала ты, горец, аварец, а потом уже, Расул Гамзат, ты высказываешься в своих стихах так, как никогда не высказался бы ни один горец. Если же твои стихи будут чужды духу горцев, их характеру, то твоя манера обернется манерничанием. Твои стихи превратятся в красивые, хотя, может быть, даже и интересные, игрушки. Откуда возьмется дождь, если не будет дочи? Откуда возьмется снег, если не будет небо? Откуда возьмется Расул Гамзатов, если не будет аварии и аварского народа? Откуда возьмутся твои собственные законы, если не будет общих для народа законов, выработанных веками? Вот такой разговор произошел однажды между мной и моим отцом. Все мои остальные годы, все мои остальные дороги подтвердили правоту слов отца. Притча о третьей жене. Молодой дагестанский поэт поехал учиться в Москву в литературный институт. Прошел год, и вдруг появилось объявление, что наш студент разводится со своей женой, женщиной из далекой Богорного аула. «Почему ты разводишься?» – спросили мы у него. «Женился ты недавно?» «Женился, как видно, по любви. Что же произошло?» «Между нами нет теперь общего языка». Она не знает Шекспира. Она не читала Евгения Негина. Она не знает, что такое озерная школа. Она никогда не слышала о Мариуме. Вскоре молодой поэт приехал в Махачкаву с женой-москвичкой. Как видно, слыхавший и о Мариуме, и о Шекспире, один только год прожила она в нашем городе. И пришлось ей снова возвращаться в Москву, ибо муж объявил развод. «Почему ты разводишься?» – спросили мы у него. «Женился ты недавно?» «Женился, как видно, по любви. Что же произошло?» «Между нами, как оказалось, нет общего языка. Она не знает ни слова по-аварски, не знает наших аварских обычаев, не понимает характера горцев, моих земляков, не хочет видеть их у себя в гостях. Она не знает ни одной аварской пословицы, ни одной аварской загадки, ни одной песни. Что же ты будешь делать? Придется, наверное, жениться в третий раз. Мне кажется, что прежде чем искать третью жену, молодому поэту нужно найти себя. Пусть мои книги будут сродни и горы аварии, и сонаты Шекспира. Я хочу, чтобы моя книга была той самой третьей женой, которую до сих пор ищет молодой дагестанский поэт.